Всем привет! Пасха, Воскресение Христово, время чудес, одним из которых является схождение благодатного огня в Иерусалиме. Каждый год на Пасху в храме Воскресения Христово, что в Иерусалиме, случается чудо. В центре храма стоит гробница, в которой был погребен Иисус, а позже в ней же и Воскрес. Собственно, храм был построен вокруг этой гробницы. Так вот, суть чуда в том, что во время пасхальной службы в этой гробнице самопроизвольно зажигается лампадка, то есть огонь сходит в нее с небес. Но этого никто не видит, так как внутри никого нет. Верующие находятся снаружи, видят только то, что внутрь Патриарх Иерусалимский заносит не горящие пучки свеч, а выносят через некоторое время горящие. Что примечательно, чудесность этого явления верит далеко не вся православная церковь, а преимущественно русскоговорящая ее часть. И даже армянская православная церковь, чей архимандрит входит в гроб Господень вместе с иерусалимским патриархом, заявляет, что чуда никакого там нет, что внутри все время горит лампадка, от которой и зажигаются свечи. Если нет единства мнений внутри православной церкви, то вполне логично, что чудесность эту не принимают ни католики, ни протестанты. То есть, 95% христиан не считает это схождение чудесным. Но нет, телеканал НТВ нам расскажет правду. Кстати, о телеканале НТВ. В 2002 году они выкупили права на трансляцию этого чудесного действия. И вот тут-то и начались чудеса. Священный огонь, который до 2002 года могли ждать целый день, начал сходить аккурат во время выпуска новостей НТВ с 16.00 до 16.30 по московскому времени. Даже сами журналисты НТВ этому удивляются. Но против чуда Господнего не попрешь. Русской православной церковью даже была отправлена научная экспедиция, в которой принимал участие даже Курчатовский институт. Как вы думаете, какой вывод сделала комиссия? Конечно же, это чудо. И пофиг, что так не думает сам Иерусалимский патриарх, который этот огонь зажигает. Подводя итог. Возможно, чудеса в этом храме и случались. Но то, что происходит у гроба Господнего сейчас, сильно смахивает на представление. Ибо и иудеи требуют чудес, и элины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для элинов безумие. Субтитры создавал DimaTorzok